Парад Победы в прямом эфире транслировал телеканал «Губерния». Повтор смотрите сегодня, сразу после выпуска новостей. И завтра в 9 часов утра. А сразу после парада по площади прошел бессмертный полк. К всероссийской акции в Самаре присоединилось 30 тысяч человек. Это в 10 раз больше, чем ожидали организаторы. Евгений Долгих стал свидетелем и участником масштабного шествия в историческом центре города. Еще были пусты трибуны на площади Куйбышева, а на улицу Молодогвардейскую с самого раннего утра все шли и шли люди. Без лишних слов, в руках лишь черно-белые портреты, на которых фамилии, имена героев, павших на полях сражений и тех, кто выжил в той войне, но, увы, уже не застал 70-ю годовщину Великой Победы. Но этот полк все равно бессмертен, в сердцах живых. У меня погибли оба деда. Один, Жмакин Григорий Матвеевич, погиб. Узнали о том, что где он захоронен, в братской могиле, где 5 тысяч человек захоронены, это в Смоленской области, Вяземский котел. Вспоминаем секретарь, дедушку, искали его всю жизнь, наши родители. Потому что он без вести пропал в первый месяц войны. У папы очень много наград, и он всегда меня брал на эти награждения. И я помню, при получении каждой награды, как он под козырек, служу Советскому Союзу. Мы гордились своей страной. И я горжусь тем, что был организован этот полк, что можно передать эту память своим детям, своим внукам. Я поздравляю всех, и тех, у кого родители, деды, бабушки воевали, и всех с Днем Победы. У меня папа воевал, он закончил войну в Венгрии, помощника военного коменданта. Умер в 1974 году. К сожалению, не тяжело. Было три тяжелых ранения у него. А маминые родные братья, вот братья не вернулись с войны. Мне помогли ребята найти поисковый отряд города Сибикаракурска. Мы гордимся папой, сестрой пришли. У нас, у меня даже мурашки вот по коже, как нам гордость. То, что даже и слезы будут на глазах, что мы рады. И дай бог, чтобы войны не было, чтобы был мир. Если живой помнит о том, кого уже нет рядом, даже пусть в каждой семье, зная малую историю, это очень важно для того, чтобы эта память сохранялась. И наши дети знают их уже только по фотографиям. И пока мы можем об этом рассказать, мы им с удовольствием об этом рассказываем. Впервые акция «Бессмертный полк» состоялась три года назад в Томске. А сегодня проект охватывает уже более 500 городов в семи странах мира. Почтить память родных приходят семьями. Моего прадедушку звали Григорьев Кузьма Антонович. Он воевал в Кёнинсберге. Он в сердце Берлина встретил победу. И привез с войны большие часы куранта, которые до сих пор сохранились в нашей семье. В рядах «Бессмертного полка» уже по традиции много молодежи, в том числе и из соседних стран. Я приехал из Узбекистана. Это мой дед узбек со стороны моего отца. Он был призван на воинскую службу с 43 по 44. Дважды был ранен, служил в армии Рокоссовского. Я увидела в интернете объявление о том, что будет шествие «Бессмертного полка» и решила вступить в его ряды. Все мы должны знать и помнить о своих прадедах, дедах и отцах. Грамотно выстроиться участникам колонны помогают волонтеры. Наконец, пространство улицы полностью заполнено. «Бессмертный полк» начинает движение ровно в 10 часов 45 минут. Колонна завершает парад победы в Самаре. Сложно назвать точное количество участников данной акции, однако даже по самым приблизительным оценкам это несколько тысяч человек. И у каждого своя история и свой герой. На площади Куйбышева зрители встречают «Бессмертный полк» стоя. И это один из самых проникновенных и грустных моментов парада. На фронтах Великой Отечественной воевало около полумиллиона жителей Куйбышевской области. Половина из них не вернулась. Но их имена не забыты. Сегодня Самарская область, как и вся страна, вновь показала всему миру, героев знают и помнят и по сей день. Евгений Долгих, Дмитрий Столяров. Новости губернии.